Всем здравствуйте, друзья! С вами Городичок Александр. Сегодня в нашей программе мы поговорим о том, с чего нужно начать начинающему бойцу, если на данный момент он может. А сейчас, друзья, представим, что вы проснулись одного прекрасного утра с неудолимым желанием стать сильным, тренироваться, научиться постоять за себя и за своих близких, научиться драться. Но здесь не задача. В вашем городе нет спортзала, либо по каким-то причинам у вас нет возможности посещать спортзал, и вы решили начать тренироваться дома самостоятельно. Друзья, сразу хочу сказать, что пот и труд все перетрут. Главное желание. А тренироваться никогда не поздно. Это намного лучше, чем сидеть дома перед телевизором с бутылкой пива на диване. После просмотра этого ролика вы сможете сделать для себя тренировочный план, например, на 20-25 тренировок вперед, уделив каждому из пунктов, перечисленных в этом видео, по 2-3 тренировки. После того, как вы выполните 20-25 тренировок, вы будете знать, над чем вам нужно работать дальше. Некоторые моменты я расскажу в видео. На некоторые моменты я оставлю ссылки в описании к видео. А также в описании будет последовательность шагов, которые нужно выполнять, которые нужно изучить. Первое, с чего нужно начать, это с подбора стойки. Стойка может быть либо левосторонней, либо правосторонней. Это зависит от того, левша вы, либо правша. Если вы правша, значит у вас левая нога впереди, правая нога сзади. Если вы левша, тогда наоборот. Правая впереди, левая сзади. Если вы скажете, что я не знаю, как мне определиться, у меня обе руки сильные, я работаю хорошо, и одно и другое, есть старый проверенный способ, как помочь выбрать стойку. Становимся фронтально, ваш напарник толкает вас сзади в спину по центру. Например, меня толкнули, я сделал шаг вперед левой ногой. Значит, это и будет моя стойка, левая нога впереди. Если напарника нету, мы становимся фронтально, заваливаемся на пяточках назад. И какой ногой? Я первый делаю шаг назад, в той стойке я буду работать. Встал правой ногой. Все, это моя стойка. Еще один момент. В разных единоборствах стойку держат по-разному. В некоторых единоборствах ноги ставят практически на одну линию. В некоторых единоборствах ставят ноги пошире. Лично мне нравится, когда я встал, ноги на ширине плечей, делаю полшага назад, ноги немножко согнул. Все, это моя боевая стойка. А теперь некоторые моменты по боевым стойкам. Когда вы поставили ноги практически на одну линию, вам будет трудно дотягиваться задней ногой. Потому как левая нога не будет давать довернуться вправо, из-за того, что ноги на одной линии. Попробуйте поставить их пошире, попробуйте довернуть. Получается, что в более фронтальной стойке нам легче дотянуться, более комфортнее, а также, что немаловажно, вы более устойчивы в фронтальной стойке, нежели вы поставите ноги на одну линию. Также, друзья, не переусердствуйте с шириной стойки, так как есть шанс того, что вам могут отбить переднюю ногу лоу-киками. Поэтому все должно быть в меру. Друзья, это были основные моменты по подбору боевой стойки, для того, чтобы вы ее подобрали быстро и эффективно. Конечно, в будущем, через некоторое время вы ее отточите, что-то измените, что-то добавите. После того, как вы разобрались с боевой стойкой, вам нужно научиться передвигаться. Передвигаться правильно. Это так, чтобы ноги не перекрещивались, так, чтобы ноги не стояли очень широко, либо не стояли очень узко. Для этого вам очень хорошо подойдет упражнение, которое называется квадрат. Ссылка на видео в описании к туалику. Друзья, после того, как вы разобрали боевую стойку, передвижение, вам нужно поставить простые удары, такие как прямой, снизу, сбоку. Ссылки на эти видео я оставлю в описании к ролику. А также обязательно посмотрите 5 основных усилителей удара. Ссылка также будет в описании. После того, как мы поставили простые удары, нам нужно научиться бить комбинацию. Здесь очень важен перенос веса тела. Как это делается? Становимся в стойку и просто набрасываем медленно удары, слитно. То есть сначала один удар идет, окончание второго удара, это начало второго удара. И выбрасываем вот так удары. Снизу, сбоку, например. Прямо, снизу, прямо, сбоку, прямо, снизу. Здесь самое главное, это еще раз. Когда бьем, значит, окончание второго удара, когда рука только возвращается обратно, это начало следующего удара. Правильно переносим вес тела, следим за техникой удара, доворачиваем ногу где нужно. После того, как получается, немножко ускоряемся. Друзья, после того, как мы разобрались с переносом веса в комбинациях, нам нужно связать передвижение с комбинациями. Двигаемся в боевой стойке произвольно. После чего медленно выбрасываем комбинацию. Раз, два, три. Дальше двигаемся. Двигаемся. Раз, два, три. Двигаемся. Раз, два, три. Двигаемся. Раз, два, три. После того, как начинает получаться, понемногу ускоряемся. После чего обязательно уделите внимание защите, такой как уклоны и нырки. После того, как вы это разучите, обязательно свяжите все вместе. Беритесь за бой с тенью. То есть, передвижение, комбинация, уклоны, нырки, опять же, комбинация. Здесь уже будет играть ваша фантазия. Также, друзья, обязательно посмотрите ролики о домашних тренажерах, которые вы можете сделать своими руками. Они вам очень помогут в самостоятельных тренировках. Ссылки на эти ролики также в описании к видео. Друзья, видео, которых вам не хватает для самостоятельных тренировок, в скором времени я сниму и добавлю на канал. Вам хочу сказать, что вы не ленились, сделали тренировочный план и начали тренироваться. Не забывайте, что вы мужчина, а мужчины должны быть сильны, потому тренируйте. Разучив вот такой материал, вы сделаете первый небольшой шаг на длинный и тернистый путь бойца. А кому интересно потренироваться вместе, кому интересны тренировки в Таиланде, обязательно посмотрите группу «Спортивные туры в Таиланде». Она в описании под этим видео. Друзья, если вам понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, делитесь этим видео с вашими друзьями. Ну а самое главное, подписывайтесь на мой канал. С вами был Городничук Александр, до скорых встреч.